Всем привет, вы на канале iSmartTV, и сегодня мы поговорим об обмороке. Сам обморок, собственно говоря, болезнью не является. Именно поэтому в современной медицинской литературе его называют синкопальным состоянием. Название это произошло от греческого слова синкопа, что дословно переводится как обрубание. С точки зрения медицины это краткосрочная, но полная потеря сознания, которая может произойти по самым разным причинам. Кстати, оно буквально соответствует разговорному выражению «отрубился» или «вырубился», когда речь идет о человеке, внезапно потерявшем сознание. Дыхательная деятельность организма человека регулируется системой гомеостаза, которая обеспечивает нормальное снабжение всех органов и систем кислородом. Но иногда в этой системе происходит сбой, и она не может обеспечить мозг кислородом в нужном количестве. Тогда и случается обморок. Самый распространенный вид обморока, так называемый нейрогенный, происходит на фоне физического или психоэмоционального стресса. Например, после длительного пребывания в духоте, на жаре, при испуге. У натур впечатлительных, особенно если они страдают от различных неврозов и фобий, обмороки часто возникают рефлекторно. В ответ на такие пусковые моменты, как, например, вид крови, или как реакция даже на небольшие болевые раздражения. Иногда для потери сознания человека бывает достаточно одного лишь вида медицинской иглы. Бывает, что люди теряют сознание во время различных физических усилий, подъем тяжестей, бега и даже во время сильного кашля. Нередки обморочные состояния у злостных курильщиков. Это связано с тем, что из-за хронических заболеваний легких у них возникает венозный застой. Во время кашля это приводит к кислородной недостаточности и потере сознания. У некоторых людей обморочные состояния могут возникнуть при слишком быстром переходе из горизонтального положения в вертикальное. Вот почему утром вставать с постели надо постепенно. Обморок не всегда возникает неожиданно. Гораздо чаще ему предшествуют быстро нарастающие неприятные ощущения. Дурнота, тошнота, мелькание перед глазами, звон в ушах. Все это сопровождается общей слабостью, иногда зевотой. Нередко кожа приобретает бледный оттенок, может появиться потливость. Затем в какой-то момент наступает расслабление мышц. Ноги подкашиваются и больной падает, теряя сознание. Во время обморока тело больного неподвижно, контакт с ним невозможен. Мышцы расслаблены. Пульс, как правило, редкий. Снижается артериальное давление, дыхание становится поверхностным. Зрачки чаще сужены, но в отдельных случаях могут быть и расширенными. При продолжительном обмороке и стало быть длительной кислорода недостаточности могут начинаться судороги, чем-то похожие на эпилептические. В обморок могут упасть те, кто идет, стоит или сидит. А с теми, кто лежит, этого практически не бывает. Человеку, внезапно потерявшему сознание, необходимо срочно вызвать врача, если он в течение минуты не пришел в себя. Пока ждете приезда вскоре, начните оказывать помощь самостоятельно. Откройте окна, если вы находитесь в помещении. Ослабьте воротнички, ремни, все, что мешает дышать полной грудью. Можно дать понюхать ватку с нашатырем, обрызгать лицо холодной водой, растереть кожу висков и грудь полотенцем, к конечностям приложить грелки. Осмотрите карманы, сумку. Тем, кто страдает эпилепсией или диабетом, врачи советуют носить записку с указанием имени, диагноза и номера телефона. Если у человека диабет и обморок вызван резким снижением уровня глюкозы в крови, иногда бывает достаточно дать ему съесть кусочек сахара, конфету, сделать глоток сладкого чая. При эпилепсии человек, находясь без сознания, может биться в конвульсиях, а из его рта может идти розовая пена. Уложить его так, чтобы голова располагалась ниже туловища, ноги были приподняты. Это улучшит кровоснабжение мозга. Еще один прием по выведению из обморока, который часто используют медики. Резко нажать большим пальцем руки или ногтем в область под носовой перегородкой. Верхний третий вертикальной борозды верхней губы. Расскажите обязательно в комментариях, падали ли вы когда-нибудь в обморок и что вы чувствовали. Обязательно не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. С вами был Смартик. Всем пока.